Всем привет, я Авель. Сегодня мы вместе нырнём в одну из самых глубоких и древних загадок человечества. В этом видео я расскажу, что говорит наука, почему всё настолько маловероятно, что думают верующие, и как искусственный интеллект сегодня помогает приблизиться к разгадке. Поехали! Представь, на дворе 1953 год. Два человека. Стэнли Миллер и Гарольд Юри решают сыграть в творцов. Они воссоздают в лаборатории древнюю землю. Вода, метан, аммиак, водрот и бахкают туда электричество, типа молнии. Через неделю в колбе появляются аминокислоты, то есть кирпичики белков. Просто вдумайся, в обычной колбе без магии получилось то, что нужно для жизни. Это если бы ты смешал газировку, лимонад и зарядку телефона, и в результате получил человеческую клетку. Дальше круче. В 1980-х родилась гипотеза РНК мира. РНК это молекула двойник ДНК. Она умеет и хранить информацию, и сама участвовать в реакциях. В 2021 году ученые из Токио смогли воссоздать в лаборатории самовоспроизводящиеся молекулы РНК. То есть мы уже не просто кирпичики строим, а получаем молекулы, которые могут размножаться. Это уже что-то напоминает, да? А в 2015-м Джек Шостак из Гарварда сделал протоклетки. Маленькие мыльные пузырики, которые растут и делятся. Это звучит как научная фантастика, но это реально произошло. Проблема? Даже простая клетка это как айфон из молекул. Сложно и точно. Пока собрать ее с нуля не получается. Ученый Джеймс Тур вообще сказал, мы не можем собрать даже один белок с нуля, не говоря уже о целой клетке. То есть мы видим детали, но пока не можем собрать весь механизм. Есть версия, что все началось на дне океана у горячих источников. Ученый Ник Лейн считает, что там было тепло, минералы и энергия, идеальные условия. А в 2023-м команда из Кембриджа показала, что даже там молекулы могли собираться в пузырики. Но пока никто не знает, как из этих пузыриков вышло нечто живое. А что если жизнь прилетела из космоса? Ричард Докинс и другие ученые не исключают, мол, кометы или метеориты могли принести с собой органику. В НАСА даже ищут следы жизни на Марсе и других планетах. Кто знает, может мы вообще не местные. Но даже если жизнь родилась здесь... Переход от химии к жизни остается черным ящиком. Как из набора химии для шестого класса получилась человеческая душа, пока не ясно. Окей, допустим молекулы собрались. Но вот вопрос. Насколько вероятно, что это произошло случайно? А теперь держись. Физик Роджер Пенроуз посчитал вероятность случайного появления одного белка из сотни аминокислот. Цифра такая, 1 к 10 в 130 степени. Это как если попытаться угадать пин-код из 130 цифр подряд с первой попытки. А ведь в клетке сотни белков, плюс ДНК, плюс РНК, плюс вся логистика внутри. Это как если бы ты попытался собрать айфон из деталей лего с закрытыми глазами и под водой. Астроном Фред Хойл вообще сравнивал это с тем, как ураган, пролетая над свалкой, случайно собирает Боинг 747. Добавим еще один пазл. Хиральность. Все аминокислоты в живых организмах левые. А химия-то предлагает оба варианта, левые и правые. Шанс, что это все случайно стало левым, как если бы ты миллионы раз подбросил монетку и она каждый раз выпадала орлом. Ну серьезно? Ученый Майкл Дентон сказал, что шанс собрать ферменты случайно, это как найти одну определенную песчинку в Сахаре с первой попытки, с завязанными глазами, на ощупь. Но тут наука отвечает, а если времени было очень много и попыток триллионы? И правда, 4 миллиарда лет это не шутка, но это по-прежнему вопрос веры. Веры в случай или веры в замысел? А теперь на секунду отбросим все молекулы и формулы и представим. А что если за всем этим стоит замысел? Верующие люди, миллионы по всему миру верят, что жизнь не просто так появилась, что это было намерено, что это часть плана. В Библии есть такие слова «И образовал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в ноздри его дыхание жизни». Красиво? Очень. Но главное глубоко. Это про то, что человек не просто кусок химии, а творение с душой. Псалом 138 вообще говорит «Я дивно устроен». Ну а если ты когда-нибудь смотрел, как устроен человеческий глаз или как бьется сердце в утробе матери, ты понимаешь, о чем речь. Это действительно дивно. И вот вопрос, может ли все это быть совпадением? Альберт Эйнштейн говорил «Я вижу в закономерности мира проявление высшего разума». Исаак Ньютон не просто физик, а человек, который видел в науке следы Творца. Это не значит, что наука против веры. Наоборот, они могут идти рядом, один отвечает на вопрос «Как?», другой на «Зачем?». Один копается в формулах, другой ищет смысл. И вот, ты сидишь и смотришь это видео. И может, внутри тебя есть ощущение, что жизнь – это не просто химия. Что у всего этого не только начало, но и цель. А теперь к самому киберпанковому. ИИ. Машины, которые учатся, думают, моделируют, а теперь помогают понять, как могла зародиться жизнь. Это не шутка. Есть такая команда DeepMind. Это лаборатория Google. В 2021 году они выкатили альфа-фолд. Модель, которая научилась предсказывать, как белки сворачиваются в трехмерную форму. Это задача, над которой ученые бились полвека. А ИИ такой. Легко. За пару месяцев они решили то, на что у биологов уходили жизни. Почему это важно? Потому что форма белка – это его функция. Понять, как белки складываются, значит понять, как работают ключи в замках биологической системы. Это как если бы ты вдруг увидел, как правильно складывается кубик Рубика, просто глядя на него. В 2025 году DeepMind пошли дальше. Они начали создавать модели, которые могут моделировать физические и химические процессы, как будто переносят нас в лабораторию молодости Земли. Представь симуляцию. Миллиарды молекул взаимодействуют, сталкиваются, объединяются. И все это не в пробирке, а в цифровом мозгу ИИ. И он может прогонять миллионы лет эволюции за минуты. Это не просто круто. Это новый инструмент, который может показать, насколько реальны теории, вроде РНК мира или гидротермальных источников. Он не дает финального ответа. Но сузить круг гипотез – это уже прорыв. И вот ты смотришь, как ИИ моделирует зарождение жизни, и возникает новый вопрос. А если машина может рассчитать, как появилась жизнь, значит ли это, что жизнь тоже просчитана? Или наоборот, что разум сам по себе неизбежен, и даже у компьютера появляется путь к пониманию себя? Знаешь, бывает, что одни ищут в микроскоп, третий в телескоп, четвертый в себе. Но все они ищут одно и то же. Откуда мы взялись? И зачем? Наука продолжает копать. Новые телескопы, ИИ, эксперименты с молекулами. Это как огромная головоломка, где каждый кусочек важен. И это круто! Видеть, как человеческий разум продвигается, шаг за шагом к разгадке. Вера не конкурирует, а дополняет. Она дает смысл и направление. Как сказано в Юана, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Апсалом 138 шепчет сквозь века. Я дивно устроен. И ведь это не поэтика, это реальность. Сложность тела, разума, эмоций. Не просто код, это искусство. Случайность или замысел? Вот главный вопрос. Факт, мы стоим на пороге таких открытий, что возможно скоро узнаем, как все началось. Но второй вопрос не менее важен. А зачем все это? И тут уже не дипмайнд решает. А ты? Что думаешь ты? Все это? Случайный взрыв в пустоте? Или кто-то действительно вдунул дыхание жизни? Жду твое мнение в комментариях. Давай поговорим об этом не в формате спора, а как те, кто ищет истину, кто не боится задавать и получать сложные вопросы и ответы. Кто смотрит в небо и в себя. Может именно твоя мысль станет той самой искрой, которая однажды изменит чье-то понимание жизни. Мир вами любви, ваш Авель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!